алейкум здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику мобда уль киро а напоминаю что мы проходим третью часть данного учебника и сегодня мы с вами иншалла пройдем десятый урок вот здесь написано аддарусуль а ширу тема или название нашего урока это ласточка как всегда к этому уроку есть подготовительные слова я их в ордовском документе приготовил чуть позже покажу пока прощаю слова переведу а потом прощают текст и также его переведу иншалла так первое у нас слова на кфун на кфун это вылупляться это балка или опора дыфатун это берег буркатун это лужа или пруд закун это кормить птенцов тибанун это сена джуфуфун высыхание атикун это старый тэйнун это грязь мурокобатун это наблюдать сафифун это летать низко теперь эти же слова в ордовском документе на кфун вылупляться на кфун вылупляться рафидатун балка или опора дыфатун это берег буркатун это лужа или пруд закун это кормить птенцов тибанун сена джуфуфун высыхание атикун старый тэйнун грязь мурокобатун наблюдать сафифун летать низко и два слова еще из текста я привел халикун это черный и ламиун это блестящий теперь что касается текста ласточка является одной из перелетных птиц или ласточка относится к перелетным птицам у нее есть или точнее ее грудь белого цвета а два крылья черного цвета и блестящие ва хуа ассарау фи таяранихи мин кутури сиккатил хадиди и и она быстрее летает ну если если дословно перевести и она быстрее по скорости в взлете чем поезд когда он двигается по железной дороге то есть или можно перевести ласточка быстрее летает чем двигается поезд по железной дороге фаиннаху яқтау масафата сеттина милан фи сааати ва ла яналу ху таабун ва ла машақатун она может преодолеть масафа вообще расстояние это расстояние 60 мили за один час то есть за один час она может пролететь 60 миль и ее не коснется ни усталость ни труд так сказать утомление ва хуа анвар и она бывает разных видов минха мая лафу сауахилал бахри ва юаащишу алейха одна вид ласточки это такая ласточка которая я лафу то есть как бы живет можно сказать сауахилал бахр около берега моря и гнездит там строится гнездо там и обычно такая ласточка которая живет морская ласточка так скажем она якуна сауахилал бахр она бывает мал маликого телосложения ромадия лаун и пепельного цвета ромади это пепель пепельного цвета так сказать ва минха мая куну аля вахрии бааду хумратин а есть такая ласточка которая у нее спина красного цвета бааду хумратин то есть как бы не полностью красная вот местами красного цвета ва якуну асгара минал баббагаи юсаммихи ахлю мисра аль худайрия и такая ласточка она обычно меньше размером чем попугай и эту ласточку жители египта называют аль худайрии ва минха наваун тавилу ладжинихати ракийкуха я лафу л джибада есть другая другой вид ласточки у которой тавилу ладжиниха то есть у нее крылья длинные ракийк вообще должно не если перевести тонкий или чувствительный но здесь можно пропустить это слово а можно сказать что как бы крылья у нее тонкие и такая такой вид ласточки она обитает в горах ва джамиру анваа и лхут тави и такова тубер зубаби вал бауды ва гайри хима минал хавами и все виды ласточки они питаются обычно мухами или бауд каморами и другими насекомыми ва хуала курбе и минал башери ва муала фатихи масакина хум за хидун бима фи айди хим минал аквати лая тума у биша ин минха и она гуа вообще доставим перевод он то есть ласточка в арабском языке мужского рода в русском языке женского рода поэтому я перевожу она чтобы вы не удивились и она аля курбе и минал башер несмотря на то что может жить вблизи от людей и муала фатихи масакина хум может как бы привыкнуть жить в их домах то есть в домах людей несмотря на это за хидун вообще за хидун дословный перевод перевести если аскет то есть грубо говоря она не касается того что в дословный перевод в руках людей из еды адим с вами она не питается людской пиши пиши люди ла я тома у биша и минха она не стремится ника ной из пиши люди волам ма канат и лхвам му лати йетако вату биха бахдуха я муту ва бахдуха ясбуту фишитай канат и лхваты футугадиру биладана фи ава или замани лбарди ва я тиру или лбулданил харроти мин африкията ва асия и когда насекомые которыми питается которыми питается она то есть ласточка когда некоторые из этих нами насекомых умирают а некоторые уходят в спячку зимой ласточки это халталты в множественное число слова хутов ласточки они покидают наши края в начале холода в начале заморозка и улетают в жаркие страны это в африке или вазию ва ла тарджиу илейна илла фи аваси тирраби и ва льхау коддафи а ва буйуду льхау ва буйуду льхау ами код нафакат пояксару зубабу ва льба уду и они не возвращаются в наши края кроме как в середине весны или же ла и илла уберем получается и они то есть ласточки возвращаются к нам в середине весны когда погода уже теплая и яйца насекомых вылупились и когда уже мух и комаров стало много и ласточка строит свое гнездо удивительным образом и строит около балки или на балке можно сказать на одной избал на балке в общем дома на одной из опор дома и и ему подобное то есть как бы нас на столбе может быть и так далее и она ласточка строить его из грязи которые находят в луже или в пруде грубо говоря берет вот этот грязь или там песок скажем и таким образом строит из глины ва яхлитлуху биша'ри ваттибни и смешивает эту грязь шерстью до слона если перевести волосами и сеном и она строит свое гнездо постепенно каждое утро одну часть строит затем оставляет на целый день чтобы эта часть высохла сумма яуду фи лгоди фаязиду фи затем возвращается на завтра и добавляет то есть еще достраивает понемножку вала язалу хакада хатта ютиммаху фи нахве ашраты айямин и она не перестает строить таким образом пока не закончит свое гнездо в течение 10 дней около ну приблизительно 10 дней уходит на это и она строит свое гнездо так то есть в таком размере в каком она нуждается то есть если она сама грубо говоря маленькая она не строит там десятиэтажное гнездо нерасточитель своя ответа во фи ла миттали я ржи у или а уж и латики фил галиби фаят пыну убитый нинджадидин вата билу фиги унфа хуату фарриху и на следующий год она возвращается к старом к старому гнезду фил галиби в основном то есть когда они улетели и обратно прилетели ласточки возвращаются к своим старым гнездом в основном фаят пыну убитый нинджадидин то есть как бы заново но но новой как так сказать грязью или новый слой в общем наводят на на гнездо ватаби билу фиги снесу обычно снесут яйца унфа ху то есть как бы получается ласточка женского рода самка так сказать вот у фарриху и уже высиживает эти яйца и если ты будешь наблюдать за ласточками ты увидишь что иногда они это хаттафу фи таяроны хи то есть быстро пролетают на твоей головой воям ла ульджаву ассиахан и если их много они издают такой крик звук дослоне если перевести ям ла ульджаву ассиахан то есть наполняют воздух звуком или криком вата ротан ясиффу аля ва чхи арбе фата вон ногу фи дали как у лихи ла и банн ла амала лаху а иногда можно увидеть что ласточки они летят очень низко прям над водой и ты что в первом случае когда над твоей головой летают что во втором случае когда очень низко летают вот прям над водой так сказать ты думаешь что фи дали как у лили банн ты думаешь что ласточка в этих моментах она играет и ничего не делает ва хуа иннама я кунут да и банн фи ла мали ятлубу ла вама кутан ла хуа лифи ролики а на самом деле ласточка всегда она работает то есть как бы да и банн это привыкшая так сказать к работе она когда вот пролетает что над головой что над водой она на самом деле ищет насекомых в качестве пропитания для себя и для своих птенцов ва хуа ла язалу язык куфи раха ху хатта таква а лапа ярон и вот ахсы лил кути вот ахсы лил кути би анфуси ха то и она ласточка не перестает так сказать высиживать кормить точнее и она не перестает кормить своих птенцов до тех пор пока они не смогут сами уже летать и не смогут добивать пишу сам здесь надеюсь что все было понятно если что-то было непонятно или какие-то у вас вопросы будут спрашивайте в комментариях с удовольствием вам отвечу спасибо всем за внимание доброго всем здоровья подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал ставьте лайки до новых встреч саляму алейкум и